Сейчас вы видите как металлом полностью восстановлена передняя часть шлема, козырек, восстановлена завальцовка практически везде и внутри шлема внутри вот видите швы дополнительно между новыми листами и старым металлом здесь пока ничего не счищалось чтобы нужно было посмотреть как она выглядит в процессе в одной из промежуточных стадий вы видите что здесь вот вместе с новыми листами стали есть появилась вот такая вот завальцовка из-за разного цвета поближалась теокалия не понятно где тут родной металл где не родной но скажу сразу что это все это все новый металл с этой стороны и завальцовка здесь установлена тем же способом каким она в общем-то и была сделана на заводах которые выпускают такие шлем то есть вот здесь вот можете видеть примерно кусочки оставил также был отрезан большой кусок металл приварен значит подогнув фигурно так как он должен быть и дальше он с помощью сначала немножко подпилить вместо сгиба затем в эту сторону внутрь были загнуты края аккуратненько посадки а потом уже с помощью молотка на импровизированной наковаленки который который исполнял исполняли тиски было все подбито и окончательно завальцована до такого состояния вот завальцовка я специально пока еще повторюсь здесь ничего не подчищал что можно было видеть как это выглядит в процессе и прошу прощения что не было показано я я рассказываю как все было не было показано этого все потому что очень много сварки и очень много работ болгаркой электрическая дуга на не самым лучшим образом отражается на работоспособности матрицы фотоаппарата фото камеры постоянно светит в одном месте может прожечь ее поэтому в цели сбережения фотоаппарата я решил это дальше не продолжать эту съемку а что касается болгарки то когда искры горящие с высокой скоростью летят в сторону объектива на нем остаются следы поэтому чтобы его совершенно не уничтожить вот я тоже не стал это снимать но я думаю что смысл вам понятен потому что в прошлых сериях вы видели большое количество работы было заснято все это можно было оценить вот с стороны тоже поставлена вот такая заплатка здесь изнутри пока не подваривал его также будет установлена таким же способом завальцовка где отваливается ненужные вещи но я не выбрасывали я вот так вот их оставляю чтобы потом можно было с помощью нового металла на всякий случай не выбрасываю чтобы можно было сохранить геометрию дневники черного копателя черного копателя или мои 6 сезонов книга в двух частях доступна во всех крупных интернет магазинах а теперь стоит посмотреть на шлем внешней стороны вот сейчас он выглядит вот таким вот образом вот такая интересная форсира на нем появилась так так сейчас я объясню это старый металл на котором с помощью электрода были вот так вот наплавлены капликами частички металла в тех местах где были каверны металли как это было сделано был выбран самый минимальный ток который позволяет все таки что то еще делать но при этом дуга там практически отсутствует электрическая дуга и электродом на малом токе электродом по этой поверхности вот таким вот образом я проводил металлом я снова остается здесь вот такие вот сейчас покажу вот такие вот капельки металла это было сделано по всей поверхности старого немецкого металла который был с утратами так вот везде прошелся вот появились вот такие вот металлические наплывы скажем так тут технология выглядит следует следующим образом поскольку вот здесь кое-где даже еще видно каверное вот электрод соприкасаясь с поверхностью металла когда он очень близко соприкасается там дуги фактически нету он может залипнуть чтобы он не залип нужно проводить вот так вот примерно вот с такой скоростью по поверхности металла и в том месте где присутствует каверна в этом металле то есть углубление вот например вот здесь вот тут же ну автоматически возникает дуга металл электрода расплавляется и заполняется в эту каверну идем дальше проходим затем снова рядом рядом несколько раз вот и вот так вот это все происходит то есть более-менее получается самолечение металла металл лечится металлом затем это все нужно будет сточить с помощью лепесткового круга болгаркой и мы увидим где-то мы увидим что нужно еще это повторить а где-то уже в общем-то будет установлена поверхность металла полностью соответственно мы там уже проходить не будем а повторно только в тех местах где это потребуется места соединения старого и нового металла я пока еще не избавлял от швов вот они выглядят таким образом из до 3 и снаружи все слилось воедино надеюсь что прочность будет достаточно в принципе уже сейчас можно оценить что шлем в общем-то приобрел такую цельную скажем так конструкцию достаточно прочную вот можно отдельно еще остановиться на козырьке уже покажу снаружи более таким общим планом вот он состоит по сути сейчас из раз два три из четырех частей это все новодельный металл который пришлось наваривать вот листовой металл достаточно легко обрабатывать его можно обстучать и дать ему необходимую форму вот такую какую надо с одной стороны вот и в общем-то козырек готов поскольку изнутри я пока что не избавлялся от каверн вот они вот так еще пока что точки черные внутри такие темные это как раз следы локальных перегревов возникших в результате вот собственно восстановления металла с той стороны электродом но тут нигде не прожигался металл насквозь это просто следы воздействия и вот здесь вот внутри где был оборчево шлем мы тоже видим что есть каверна которую можно будет восстанавливать вот так же на внутренней стороне под завальцовкой все это можно будет аккуратненько восстановить вот таким вот образом шлем он где-то процентов наверное на 40 состоит из нового металла и кстати говоря вот вот это вот фактура металлическая она вот уже сейчас придает еще более прочности металлу когда конечно же я шлифую прочности обратно возвратиться на исходный уровень но зато металл будет везде ровнее поверхность будет практически идеальная один два три раза нужно делать ровно столько раз сколько потребуется не останавливаться на середине и что еще у нас ждет интересного нас еще ждет тоже может быть заварить я не буду это показывать просто это сделаю а потом вы увидите результат нужно будет сделать еще вентиляционное отверстие и нужно будет еще просверлить по уже полностью восстанавливаемому металлу отверстие для люверс право переднего тоже нужно будет разметься аккуратненько и вывести эту точку и там просверлиться вот такой вот замечательный фронтенштейн у нас получается из сказки m40 люфтваффе вот ну металла тут довольно таки много прям любо дорого смотреть все продолжаем продолжаем работу дневники черного копателя или мои шесть сезонов книга в двух частях доступна во всех крупных интернет магазинах 檢 potential тонн IDS книга 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 후 не кв чёрного копателя или мои шесть сезонов Hank доступна во всех крупных интернет-магазинах.